Ну что, пора отправлять твою PlayStation 5 Digital пылиться на полку, а? Ты чё вообще? Ну я ж говорил, надо с дисководом покупать, чтобы диски были, их никто не побанит. Не то что вашу эту, Турцию. Какой бан? А я что по-твоему стрим читать смотрю и тупо на кнопки нажимаю? А ты шо не слышал? Турецкие аккаунты начали массово банить, так что жди. Скоро прилетит. Так, что? Так, дай-ка я эту тему проверю. Здравствуйте, дамы и господа. В конце прошлой недели начала разгораться тема с тем, что турецкие PlayStation аккаунты русских игроков начали массово банить. Заголовки некоторых статей так и утверждали, что массово банят всех без объяснения и без разбору. И первое, что стоит отметить, ситуация не то чтобы массовая. Даже в этой статье, в которой указано, что банят всех без разбору, в примере 4 человека. Однако, случаи бана действительно есть. Даже мои подписчики об этом писали. Кстати, спасибо всем, кто отписался в телеграм-канале о случаях бана. Так что да, это действительно существует. И плюс уже есть некоторое предположение о том, кому и за что прилетают баны. Да, спойлер. Не за то, что ты русский, который завел турецкий PlayStation аккаунт. И кроме того, уже даже были случаи отмены бана. Окей, сейчас мы все это по полочкам разберем. Но, так как мы на ютубе, то по традиции попрошу вас закинуть лайк. Прожать кнопку подписаться тех, кто здесь впервые. И поставить колокольчик со всеми уведомлениями. Сейчас минуту уделим партнеру нашего видео. И кстати, рекомендую интеграцию не перематывать. Как вы обычно это делаете. Потому что для кого-то эта минута может стать даже поворотным моментом в изменении своей жизни к лучшему. И я сейчас не шучу. Ведь партнером нашего видео является образовательная платформа Skillbox. На которой ты можешь обучиться профессии разработчик игр на Unreal Engine с нуля до middle. Начнешь учиться с нуля, но уже через 6 месяцев ты сможешь увидеть свои первые деньги, заработанные на разработке игр. Ведь в процессе учебы у тебя будет стажировка в студии по разработке игр Gamebox. Где ты примешь участие в работе над реальной игрой. И выпустишь ее на рынок. И это не только послужит прочным фундаментом для твоего резюме. Но и даст тебе шанс попасть в индустрию, в которой средняя зарплата middle специалиста оценивается в 160 тысяч рублей. Ты даже сможешь остаться работать в Gamebox. И такие специалисты постоянно востребованы. Пусть нас и пугают рассказами о нейросетях, которые вот-вот должны заменить живых людей. Медлов они не заменят. А именно с прицелом на этот уровень и будет построено твое обучение. Ведь весь процесс учебы основан на практике на реальных проектах. Поэтому к концу учебы у тебя будет в портфолио целых 4 игры. А навыков хватит, чтобы успешно устроиться разработчикам, что гарантирует трудоустройство и достойную зарплату. Мало того, если ты не получишь предложение о работе, Skillbox вернет тебе деньги. И кроме того, у тебя есть возможность начать учиться прямо сейчас. А первый платеж за учебу внести только через полгода, когда ты уже освоишь Unreal Engine и уже применишь свои навыки в геймдеве и даже начнешь на этом зарабатывать. Ну и поддержка практикующих специалистов, доступ к базе знаний, закрытые воркшопы и другие плюшки, разумеется, также будут доступны всем ученикам. В общем, если ты ждал того самого момента, того самого сигнала свыше, чтобы наконец начать зарабатывать достойно, то вот он этот сигнал. Тем более, что тебе гарантируют трудоустройство или возврат денег. Что тебе еще надо, чтобы наконец попробовать в этом свои силы. Ты можешь получить пробный доступ к курсу, чтобы понять, подходит ли тебе такой формат обучения и увидеть подачу материала. Для этого нужно оставить заявку на сайте и попросить менеджера открыть тестовый доступ. А когда решишься на покупку, то используй мой промокод TARAN1. Он даст тебе дополнительную 5% скидку. Так что переходи по ссылке в описании или по QR-коду, который сейчас у тебя на экране, и меняй свою карьеру и жизнь к лучшему. Итак, перелопатив гору информации о банах турецких PlayStation аккаунтов, что же мне в итоге удалось выяснить? Давайте расскажу под геймплейчик. История началась примерно 6 дней назад, когда на форуме FOPDA 3 человека пожаловались на бан своих турецких аккаунтов. Они обсуждали эту ситуацию и новостные порталы и телеграм-каналы через день-два заметили эту ветку и начали транслировать сети, что начался бан всех русских игроков, которые прописались в Турции. Люди начали репостить эти посты и поднялся шум. В комментариях под такими постами люди также писали о том, что сталкивались с баном и даже скидывали пруфы и описывали свои ситуации. И по всей информации можно отследить некие закономерности блокировок. И во-первых, отметим тех, кто находится в максимальной зоне риска, то есть кому прилетали баны в первую очередь. И это те, кто покупал игры аккаунтами через Авито или какие-то ВК-паблики, которые к тому же продавали эти аккаунты не одному игроку, а сразу нескольким. И один мой подписчик столкнулся с такой ситуацией, когда купил игру через ВК-паблик по такой схеме. На аккаунт прилетел бан буквально через неделю, и он такой не один. Таких случаев было несколько подряд, и тот ВК-паблик приостановил продажи и убрал из условий гарантию отсутствия бана. Те, кто покупали через каких-то сомнительных продавцов на Авито, также сталкивались с такой ситуацией. Но не только те, кто покупал через сомнительных продавцов на несколько человек, получали бан. Также есть случаи, когда игрок покупал сам на свой аккаунт и ни с кем не делился, но в итоге тоже получал сообщение счастья. И тут сейчас важно сделать отступление и рассказать о масштабах происходящего, чтобы вы ну просто ужаснулись. За 4 дня, в течение которых я следил за этой ситуацией, суммарно мне удалось увидеть примерно 2,5, но может 3 десятка случаев бана. И только половина из них подробно рассказали о своей ситуации и скинули пруфы. А четверть так и вообще вывели на чистую воду и выяснилось, что никаких банов, а то и PlayStation у таких людей и вовсе нет. На форуме FOPDA админы даже начали подчищать от флуда и таких сообщений ветку, особенно от свежезарегистрированных, которые под шумок решили продалкивать идею, что у них тоже якобы бан и поэтому срочно расчехляю свой Xbox. Мда, как же без этого. Но вернемся к тем, кто покупал игры на свой аккаунт сам, но в итоге тоже словил бан. Примерно десяток таких случаев удалось зафиксировать и их историю можно найти в сети, например на том же FOPDA или Strategy.ru. Общее у таких банов то, что люди покупали игры с помощью платежной системы AllDubill. А так история использования аккаунтов у таких людей совершенно разная. Однако обнадеживающее то, что один такой аккаунт в итоге удалось разблокировать. Об этом немного позже. И второе. На тысячи, а то и десятки тысяч турецких аккаунтов таких случаев не наберется за все время и сотню. Это если смотреть за весь год, начиная с весны 2022. Вообще сразу стоит отметить, что Sony не очень любит платежи через систему AllDubill или Azan. Даже есть посты в западном интернете, что такие платежи Sony планирует не принимать. И что иногда они могут расцениваться автоматической системой защиты, как платежи скраденных карт. Да, как бы странно это не звучало, но примерно так. То есть можно сказать, что под потенциальной угрозой бана находятся все турецкие аккаунты, игры на которые покупались через AllDubill или Azan. Но опять же, случаев не то чтобы масса, и системность, по которой прилетают такие баны, выяснить до сих пор не удалось. Есть теория, что дело в разных IP покупки и скачивании игр. Но это на уровне догадок. К тому же выборочные баны приходят на протяжении всей истории использования турецких учеток вот уже год. Просто сейчас из-за того, что аккаунтов стало больше, статистически банов тоже стало больше. И мало того, коды ошибок, которые подтверждают бан, разные. Иногда система считает, что аккаунт был украден и блокирует до обращения в саппорт обладателя для подтверждения личности. Код ошибки WS373687. Второй же код WS116374 связан с платежами, когда система считает платеж подозрительным, словно он сделан с ворованной карты. Но даже такой бан это не приговор вашего аккаунта, ведь как минимум одному человеку удалось разблокировать свой турецкий аккаунт. Если коротко, он позвонил службу поддержки турецкого PlayStation Store. Да, они работают только по телефону, никакой почты. И разговор шел на английском. У него попросили подтвердить свою личность, то есть фото паспорта или права. И аккаунт в итоге был разблокирован. И по этому случаю есть предположение, что если имя в карте, с которой была оплата, и имя в документах совпадает, то все норм и можно ждать разбана. И очень желательно, чтобы имя в учетке совпадало с тем, что в паспорте. И тут очевидно, что не так важно, что ты не являешься турком. Правда, случай единичный, но если уже словил бан, то почему бы и не попробовать таким же способом вернуть свой аккаунт. Что выяснил еще, те, кто покупали игры сами на свой аккаунт с помощью обычной банковской карты, которая принимается турецким PlayStation Store, бан пока не ловили. Хотя в сети некоторые и пытаются продвигать и такую идею. Но ни одного пруфа о том, что прилетел бан после покупки игры обычной банковской картой, так найти и не удалось. И вообще, если присмотреться и порыться в сети, то легко можно заметить, что нашлись люди, которые под эту тему решили продвигать свои любимые платформы. Вообще, вы заметили, что это поколение можно охарактеризовать как эру хейта PlayStation, когда каждая негативная новость касательно Sony и PlayStation очень активно обсуждается, раздувается и транслируется. Можно даже выделить отдельные сайты, за которыми такая тенденция наблюдается на протяжении вот уже нескольких лет. То есть, выводы. Двойки и тройки через сомнительных продавцов в зоне риска. Ну и также есть вероятность словить бан после покупки игры через Oldubill или Azan, так как система может расценить такой платеж, как платеж с краденой карты. Возможно, дело в разных IP и стоит покупать и качать игры с одного IPшника. Но процент таких случаев невелик. Что не особо влияет, будет бан или нет, так это то, играл ли ты со своего аккаунта, а турецкий использовал только для скачивания игр, или же играл на турецком. У всех случаев подтвержденного бана совершенно разные сценарии использования. У меня самого три турецких аккаунта, два польских и один американский, и я покупаю через обычную банковскую карту. Да, мой банк поддерживается PlayStation Store, я счастливчик, и сейчас бы классно зашла интеграция этого банка. И пока никаких банов я не видел. Также немало моих подписчиков рапортовало о том, что они покупали через Oldubill, у кого-то даже по 8 аккаунтов, и у них все окей. Кстати, подписывайся на мой телеграм-канал, ссылка в описании. Вообще, вся эта тема схожа с темой про жидкий металл, когда у нескольких человек был зафиксирован брак консоли с протечкой, но на весь интернет поднялся шум, что PlayStation 5 ни в коем случае нельзя ставить вертикально, ибо точно протечет жидкий металл и испортит консоль. После того случая, под каждым своим видео даже до сих пор, где засветилась PlayStation 5 в таком положении, встречают такие комментарии. Но зато они продвигают видео. Теперь будут комменты и на эту тему, и надеюсь, что до реальной массовой блокировки турецких PlayStation аккаунтов дело не дойдет. Если что-то подобное действительно случится в огромных масштабах и начнут банить все турецкие аккаунты, то это точно не останется незамеченным, и точно будут новости идти одна за другой. А так, как обычно, прошла новость, возник хайп, и потом пошли дальше остальные посты, остальные новости и прочие-прочие вещи, и про это словно забыли. Но люди некоторые почему-то это запоминают и потом транслируют дальше. Так или иначе, спасибо каждому из вас за внимание. Закидывайте лайк, если еще этого не сделали. Подписывайтесь и до скорого. Удачи! Пока!